Привет! Я очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Марина, и я ваш личный бьюти-блогер. Сегодня у нас будет не чисто бьюти-видео, то есть я не буду вам рассказывать обзор каких-нибудь средств, показывать свою любимую декоративку, нет. Это будет такая около-бьюти-тема, то есть одна из тем моего марафона красоты. Если вы еще не видели первых серий, то вот по этой ссылочке можете перейти и посмотреть, присоединиться к нашему марафону, а также узнать подробнее, о чем я сейчас буду рассказывать. А я хочу рассказать вам об одной из целей и задач, которую я поставила перед собой во время выполнения марафона. И это отказ от сахара. Объясню, расскажу, как это началось. Я посмотрела очень интересный мотивирующий фильм под названием «Сахар». Ну, вы многие из нас, многие из вас его видели, поэтому я подробно не буду останавливаться на этом. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Фильм вдохновляет, фильм дает мотивацию улучшить свою жизнь и стать все лучше, здоровее и прекраснее. Так вот, я посмотрела этот фильм и решила провести над своим телом и над своим мозгом, как я сейчас уже понимаю, небольшой эксперимент. То есть на месяц я полностью отказалась от сахара. И помимо того, что я отказалась от вкусненького, сладенького, сдобного, ну вот от всех вот этих таких прекрасных, но таких гадких вкусняшек, я также постаралась убрать из своего рациона продукты, содержащие в своем составе сахар. Это оказалось делать очень сложно, потому что маркетологи научились маскировать этот компонент так, что просто об этом и не узнаешь. Мы же и что ищем в составе слова «сахар», а он может называться, ну, просто как угодно сейчас. Поэтому я убрала продукты, где четко понимала, что содержится сахар, перешла, убрала хлеб, белый, черный, все убрала и перешла на хлебцы. И вот задача была передо мной продержаться на таком питании целый месяц. Сейчас расскажу, что из этого получилось. Первый день мне было очень тяжело. Первый, второй, третий, наверное, это были самые сложные дни, где все время хотелось закинуть в рот что-нибудь вкусненькое, что-нибудь сладенькое. Но вот если вы последуете моему примеру и попробуете тоже отказаться от сахара, мой вам совет – с глаз долой. Уберите все шоколадки, все вкусняшки, все печеньки, все уберите с глаз долой. Чем меньше вы будете это видеть, тем меньше соблазнов перед вами будет. Советую вам, поставьте на видное место рядом с вашим рабочим столом, на кухне, поставьте фрукты, сухофрукты, то, что может заменить вам эти мелкие перекусы и утолить легкое чувство голода. Для меня главным было продержаться первые три дня. Для кого-то это будет неделя, для кого-то это будет один день, а кому-то вообще будет все легко-легко даваться, я вам завидую, ребята, если это про вас. Но вот для меня было важно три дня. После трех дней я стала забывать, что такое сахар, и мне перестало его хотеться. Было еще, наверное, один или два дня где-то в середине месяца, когда я очень-очень хотела сахара, но это было связано с сильным стрессом. Я так сейчас уже понимаю, что мое желание съесть какую-нибудь вкусняшку, какую-нибудь гадость, всегда связано с какими-то проблемами, с какими-то потрясениями или с каким-то стрессом в моем организме. Поэтому, когда у меня все хорошо, когда у меня нет никаких проблем, тогда я не хочу ничего вот этого, и я вполне довольна почти правильным своим питанием. И благодаря такому эксперименту я не только перестала есть сахар, но я стала есть намного больше полезной и вкусной пищи. Сейчас для меня она вкусная, раньше я ее есть не хотела. Я сейчас говорю про фрукты и про сухофрукты. То есть, ну, если у вас есть возможность съесть шоколадку и там какой-нибудь сухофрукт, там какой-нибудь инжир, вы, конечно, выберете шоколадку. А если у вас такого выбора нет, то вы возьмете инжир и будете довольны, и будете счастливы, ой, как вкусно, ой, как хорошо. Поэтому я стала первые, наверное, две недели вообще в огромных количествах. Я съедала сухофрукты, особенно финики сладенькие, такие вкусненькие, но при этом полезные. И много стала есть фруктов. И я могу сказать, что это хорошо сказывается на состоянии моей кожи и моего организма в целом. А также я стала пить больше воды. Ну, в принципе, я всегда пила много воды, но в последнее время, поскольку я очень все время чем-то занимаюсь и все время бегаю, бегаю, у меня нет времени даже попить. А вот когда чего-то хочется вкусненького, ты идешь, запиваешь это, и вроде и полезно, и плохого ничего в свой организм не положил. Поэтому еще один аргумент за отказ от сладкого. Немножко подытожу и скажу, что первый месяц дался мне, в принципе, легко. Я нигде не нарушила, не съела ничего того, чего есть нельзя было. Но вот месяц закончился, и я решила попробовать, если продолжить свое правильное питание, продолжить свой отказ от сладкого, но иногда позволять себе, вот захотелось мне, увидела я шоколадку, ну вот съела немножечко. Не работает. Вот со мной точно не работает. Если я могу себе позволить кусочек шоколадки, то это будет один кусочек, за ним второй, а потом третий. Вот лучше просто вот пусть не будет этой шоколадки, и мне будет легче, у меня не будет соблазна, передо мной не будет никаких мыслей о том, что вот, вот сейчас я там это сделаю, пойду съем пирожнку. Нет, вот лучше не иметь пирожнки, и тогда все хорошо. Опять же, вы смотрите за состоянием своего организма, если я вас мотивировала, и вы тоже попробуете отказаться от сладкого, все индивидуально, может быть, вы сможете там съесть кусочек шоколадочки, и вы будете хорошо себя чувствовать, и при этом не навредите своему организму. Со мной не работает, еще раз говорю. Лучше вот убрала и навсегда убрала. Ну вот сейчас где-то полтора месяца с начала моего эксперимента прошло, и вот эти две недели я вижу, правда, они на лице, они на лицо и на лице, эти последствия двухнедельного моего срыва. Как вы понимаете, кусочком шоколадки не ограничилось, я попробовала тортик, пироженку, еще что-то, то, что мне хотелось в течение месяца. Ну вот и все, как бы, то, что я целый месяц работала, его уже не видно, этого. Поэтому я для себя открыла правило, что все, вообще без сахара, убрала, значит, убрала. Не знаю, сколько я так продержусь, я буду вас держать в курсе, буду вам рассказывать о своих ощущениях, о своих каких-то срывах, если они будут происходить. Поэтому начинаем, все, начинаем, считаем, что начинаем заново этот эксперимент, потому что две недели это было не отказ от сладкого скорее, а просто по чуть-чуть всего, что вижу. Начинаю снова. Кто хочет ко мне присоединиться, присоединяйтесь, я буду только рада, мне будет интереснее, и я буду делиться с вами своим опытом, и я думаю, что вам будет легче, потому что вы будете не одни, вы всегда можете мне написать, ой, я хочу съесть шоколадку, я вас попытаюсь от этого отговорить и как-нибудь остановить. Поэтому присоединяйтесь ко мне, пишите в комментариях, что вы со мной, и присоединяйтесь к моему инстаграму, там я тоже буду мотивировать вас и рассказывать какие-то интересные лайфхаки по отказу, по замене сахара какими-нибудь другими вкусными и полезными продуктами. Сейчас я немножко расскажу о том, как отказ от сахара повлиял на мой организм. Я думала, изначально я думала, что вот отказ взялась от сахара, и все, все прекрасно, лицо чистое, лицо красивое, кожа такая вся гладкая, мягкая, организм чистый, здоровый, все не так, не найдитесь сразу увидеть много положительного в своем организме, нет, это все строится по ступенечкам, по капелькам, и только вот выполняя все пункты, мы можем привести свой организм в желаемое состояние, свою кожу, свое тело. Первое время, ну, как вы уже знаете, да, как я уже не один раз рассказывала, я подпортила свою кожу, подпортила основательно, и это было одним из, одной из причин, по которой я решила попробовать отказаться от сахара, чтобы вернуть своей коже хорошее, более-менее приличное состояние. Нет, сразу в этом замене волшебной палочки ничего не получилось, но я стала замечать, что по истечению месяца кожа очищается, кожа улучшается, ну, примерно, да, как 21 день, или сколько, 28 дней на то, чтобы кожа обновилась, да, кожа стала приличнее, нет, я не могу сказать, что все высыпания исчезли, все стало хорошо, их было меньше, они периодически появлялись, потому что то, что я там сделала с своей кожей, как бы так просто не проходит, может быть, у вас месяц, и все будет хорошо, опять же, нет, у меня так не было, поэтому после того, как я сорвалась, после того, как я решила, ну, эксперимент закончен, можно немножко поесть, все вернулось на круги своя, то есть опять стали появляться проблемы, и теперь я уже понимаю причину этих проблем, поэтому я буду убирать обратно сахар, и буду возвращать своей коже приличное, хорошее состояние. Я еще могу много-много болтать, делиться своим опытом, но это будет уже очень длинное видео, поэтому я сейчас уже буду заканчивать, и я надеюсь, что я вас мотивировала, я надеюсь, что я дала вам почву для размышлений, для того, чтобы улучшить свою жизнь, для того, чтобы перейти на здоровое питание, можно начать с малого и потихонечку, потихонечку наслаивать, и только улучшаться, и улучшать себя, улучшать свой организм. Поэтому присоединяйтесь еще раз ко мне, пишите в комментариях, что вы со мной, пишите ваше мнение, как вы считаете, возможно ли продержаться всю жизнь без сахара, может быть, вы уже сидите на без сахарной диете, или какие-то продукты вы убрали, что повлияло на состояние вашего организма или вашей кожи, в общем, делитесь своим опытом, своим мнением, я буду очень рада почитать комментарии. А также я приглашаю вас еще раз присоединиться к моему инстаграму, потому что там я делюсь маленькими секретами и лайфхаками, не только по отказу от сахара, а по улучшению себя, рассказываю какие-то, даю отзывы о какой-то любимой косметике, и даже не очень любимой косметике, чтобы вы не совершили ошибку и не купили этот продукт. Поэтому присоединяйтесь к инстаграму моему, там я появляюсь намного чаще, и ссылочку я оставляю вам в инфобоксе. Я надеюсь, что вы уже подписались на мой бьюти-канал, если нет, то, пожалуйста, исправьте эту оплошность и подпишитесь, потому что я стараюсь снимать для вас видео часто, два раза в неделю, может быть, даже перейду на более частый график съемок, как получится, времени у меня не так много, но будем стараться. Я очень была рада провести это время с вами, я надеюсь, что я была вам хоть немножечко полезна, и до встречи в новых видео, я вас целую. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова